Хочется каких-то теплых картинок перед глазами. А на метле лечу домой. Они не на тех нарвались. Это деньги. Поменял двигатель, машина сразу обновилась. Забухаем сегодня. И я уеду жить в отпуск. Запах какой-то знакомый. Вы поняли о чем. Ждут большой воды. Подшаманим колеса под накачаем. Все, мы побывали на самой южной точке Америки. Все, дальше дороги нет. Такая вот на улице погода. Зима, идет снег. И особенно в такое время хочется каких-то теплых картинок перед глазами. Поэтому в этой серии мы поделимся с вами кадрами с нашего небольшого отпуска. Поездки в Майами и поездки на Кью-Вест. Надеюсь, вам будет интересно. Куда мы летим? Не знаю, куда мы летим. Я на метле лечу домой. Саша, куда мы летим? В Майами, как всегда отдыхать. Все, друзья, все там встречаемся. Летим в Майами на неделю, через неделю обратно в работу. И потом будем опять лететь в Майами на октябрь месяц. Чем больше работаем, тем больше отдыхаем. Всем хорошего отдыха. И нам тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, добро пожаловать в Майами. Как там мы там? Выходы туда, окна здесь. Проходы не заграждать. Вы рады, что вы прилетели? Конечно, мы рады. Мы очень-очень рады. Мне кажется, бизнес аренды машин во Флориде, это какая-то мафия. А если ты взял машину в аренду и тебе не вставили пистончик, то считай, это не было во Флориде. Вот машина, которая должна была пойти 120 долларов, в итоге обошлась 370. Вот так вот. Я всего лишь второй раз во Флориде, но уже на второй раз я убедился, что аренда машин во Флориде – это очень особый бизнес. Если вы забукировали себе машину и думаете, что все пройдет гладко, то нет. Вам обязательно вставят пистон, так или иначе. Или за страховки, или за чего-то еще. Будьте готовы. Да, ребят, мы в конце этого видео с Майами, правда, все в шутку говорим. Выставим вам название компании, поставьте, пожалуйста, плохой отзыв. У нас их всего лишь три подписчика, поэтому я думаю, что будет хорошо им. Они не на тех нарвались. В этот магазин нужно заехать обязательно. Из него не каждого. Небольшой рум-тур. Так, значит, это у нас ливен-рум такой. Здесь сразу же кухня. Немного всяких запасов. Дальше у нас спальня. Такие вот две кровати здесь. Спальня с туалетом и душем. Сквозным выходом в ливен-рум. Дальше у нас мастер-бедрум. Тут все красиво. Большая кровать. Джакузи. Здесь туалет и душ. Умывальники. И есть еще одна опция здесь. Прикольно. Это балкон. Такой вот балкон. С таким вот видом. В общем, заселились. Мы уже доехали в Кентукки. Красивый город. Мост такой. Вот. Вот. Поужинали мы в Кентукки. В ресторанчике вкусном. И опять поехали. Но машина сказала, дорогие друзья, я вам не буду ехать на полную мощность. Очень интересное сообщение. Что теперь дальше делать? Будем разбираться. Доехали мы до Атланты. С этими, с кучей пробок, с ремонтом и дорог, с ошибкой вылезшей на машине. Я прочитал ошибку. Страшного ничего в ней нет. Она ограничила мне мощность, потому что был вопрос по ошибке двери. Я об этой ошибке знал, но не ожидал, что она будет ограничивать мощность из-за нее. Это проблема в замке двери. Фуд. Рест модуль, насколько я помню, ограничивает мне мощность, думая, что мне некомфортно пользоваться машиной. А в общем-то, все хорошо, все супер, мы в Атланте ночуем в отеле и завтра с утра едем дальше в Майами. Покойной ночи. Ребята, вот она BMW. Кстати, расход хороший, 84 литра. А вот Флорида. Welcome. Доехала? Все хорошо? Поехали дальше. Ихали во Флориду. Вот они пальмы. Только что я снимал видео. И раз, drive train, malfunction. Пожалуйста, двигайтесь аккуратно и держите себя в безопасности. И не говорите ничего. Да, ничего не говорите про BMW. Жарко. Пальма BMW, которая доехала до Флориды. Правда, ошибка вылезла. Почти сразу, как мы въехали во Флориду. Но ничего, мы сейчас ее удалим и поедем дальше. Все будет хорошо. Флорида. Какая по счету пробка, я уже устал считать. Куча ремонта дорог, трафики. Задерживаемся, наверное, часа на три. Очередное интересное сообщение, да, от машины о том, что Angel Oil Level на минимуме. Please add one quart of engine oil. Ну, это нормально. Я проехал сегодня, за сегодня, за вчера 1300 миль. Один кварт. Это что-то в районе литра масла съела. Наверное, это допустимо. Сейчас остановлюсь, куплю масло, долью масло и поеду дальше. Надеюсь, на этом все наши сообщения от машины закончатся. Вот и доехала наша BMW до конечного пункта на некоторое время, не навсегда. И пошел дождь. Майами плачет от радости, что мы приехали. Молодец, справилась. Никто в тебя не верил, кроме меня. А ты доехала. Отдых отдыхом, но нужно поехать и оплатить машину на Манхель. Поэтому поедем на место в Манхель Майк. Аллоу, эврибади. Володя. Здравствуйте. Вы нам аукцион снимаете. Аукцион снимаем. Так, что у нас все покупаем. Покупаем, 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 продаем. Фондафи. Деньги. Это? Деньги. Это? Деньги. И другие деньги аукцион не берет. Только такие деньги. Бух и вредный этот аукцион. 13-й год, Prius V7400. Хорошая цена. Вот так вот зато мы поедем. Как бы. Считать то, что мы купили обыкновенный Prius. Ну да, как вчера звоню по объявлению. Говорю. Алло, здравствуйте. Вы продаете машину? Да, продаем Prius. Цена такая хорошая еще. Десятый год, 160 пробега, 4 700 продалась машина. Звоню, говорю, да, продаете, продаю. А можно посмотреть Carfax? Они говорят, да, можно, но на машине 300 тысяч. Я говорю, так там написано 160. Говорят, так двигатель со 160 же стоит. Вот и все, покупай машину. Поменял двигатель, машина сразу обновилась. Да, все. Ты поменял двигатель, просто батарейку меняешь и все. Можно колесо поменять. А вообще лучше, самое дешевле, менять приборку. Поменял и все. Там батарея, там двигатель, все пофигу. Все обновилось. Да, главное, чтобы на табло было написано. Ребята работают, говорят, все, двигатель поменят, все. То, что коробка, ходовая, батарея, это все идеально. Все мелочи, главное, чтобы двигатель поменят. Ты просто, знаешь, одну вещь, ты же мне звонил. Машину оплатили и все. Гейпэс нам не дали. Сдачи дали. Сдачи дали. 20 долларов. Забухаем сегодня. Возвращаемся на нашей арендованной машине обратно в отпуск. И я уеду жить в отпуск. А не балалайку. Да, и балалайку видно. Вот такой вот манхеем вблизи Майами. Такой прикольный вид мы нашли, да, Коль? Да, плохо. Офигенный вид. Это место называется Hard Rock Casino, как я сегодня узнал. Пейзаж действительно красивый. Скорее вид, а не пейзаж. Так будет точнее. Вот такой вот Манхейн, да? Много здесь автомобилей. Едем кататься на лодке. Притем пытается парковку оплатить. Что-то пока сложно. О, запах какой. Знакомый. Ну вы поняли, о чем я. Артем загружается. Уже этот чудак спрашивает, кто у вас диджей есть. Я говорю, конечно, профессиональный. Самый старший пассажир сегодняшнего рейса. Он говорит, что уже немножко поздно для плавания, и кого-то могут съесть акулы. Но не всех, кто-то останется. Зайдем вон. Окей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброе утро! 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 которые надо восстанавливать и делать и лет, и Тойота, и много-много всего другого, потому что будет интересно. Открываемся с понедельника и начинаем работать.